Всем привет, Митя. Расскажу немножко про менеджмент. Как известно, менеджмент – это управление временем, это управление ресурсами, но даже не просто управление, а, скорее всего, самое главное, с чего вообще начинается, это спланирование. Это схемы, диаграммы ГАНТа, таблицы, системы, очень много инструментов для того, чтобы расписать будущее и представить, как вся команда будет работать на протяжении какого-то периода времени, как будут распределяться ресурсы, как будет распределяться время, деньги и тому подобное. Но вот незадача. Планируя будущее, получается, что не всегда проект идет так, как есть. Большое мастерство менеджера, когда вся запланированная задача, тот проект, те запланированные схемы, которые были нарисованы, они реально исполняются. И весь проект с точки зрения менеджмента идет именно по тому плану, который был придуман. В этом случае это считается очень хороший руководитель, хороший менеджмент, который это ведет. Но если взять какой-то бизнес, если взять какой-то конкретный пример кейса и посмотреть то, как он начинался, его диаграмма и там, как он шел на самом деле, не всегда и в большинстве... Скажу за себя, в моем случае никогда проект не шел так, как он был запланирован. А в большинстве моих знакомых, кто занимался руководством и менеджментом, проекты в редких случаях шли так, как они были запланированы. Иногда только там уже у взрослых, уже таких с опытом людей, с военным, в прошлом, проекты действительно идут по тому плану, по тому менеджменту, который был продуман. Отсюда у меня возникло очень много мыслей, гипотез и, может быть, даже заблуждений на тему того, насколько эффективен вот такой вот классический менеджмент с взглядом в будущее. Имеется в виду, насколько эффективен писать то, что должно происходить в будущем, а не управлять тем, что происходит здесь и сейчас. Отсюда начинается мое путешествие в мир нового менеджмента, в мир нового способа управления, особенно остро связанный с творчеством, особенно связанный с творческими людьми, с искусством. Там, где человеческий фактор является наибольшей вероятностью неудачи, брака и, в общем, там, где продукт терпит наибольший процент брака. То есть пока рисуется какая-то картина, делается дизайн, пока он утверждается, это очень всегда неизвестная история получится у дизайнера, не получится у дизайнера, найдешь ли ты квалифицированного специалиста или же не найдешь. И даже если ты найдешь квалифицированного специалиста, у него все будет хорошо, с ним может просто случиться что-то не так. В общем, это всегда по... На каждом этапе производства случается какая-то проблема, беда иногда. В общем, то, что не... Все, что, в общем, запланировано, все, что не происходит. Так вот, можно ли управлять проектом, не планируя диаграммами Ганта, не планируя какими-то сложными там схемами? И можно ли, и как это делать, и какие проекты вообще можно так делать? Может быть, это вообще нерабочая схема? Вот я буду рассуждать и буду пробовать на самом деле такую систему внедрять в работу. Это очень страшно, это очень опасно, потому что никто такому не привык. Всегда все привыкли к строгому планированию дел. Даже банально, просто чтобы встретиться с человеком, надо с ним договориться. Но всегда происходят какие-то другие дела, которые просто внедряются в твое сознание, в твою жизнь, и они меняют все твои планы. А может ли вообще стихийный менеджмент такой быть полезен в каких-то сферах, не связанных с творчеством? Можно ли вообще с таким менеджментом построить что-то типа машину, дома, жилого комплекса, аэропорт, какие-то сложные объекты, или там снять фильм? Скорее всего, нет. Мне так кажется интуитивно. Но есть предположение, что есть ряд вещей, возможно, не стереотипных, не таких, к которым мы привыкли, в которых этот менеджмент применим и будет работать эффективнее всего. Собственно, почему я о нем начал задумываться, как раз о том, что именно в творческой работе как раз вот многие отличные, замечательные работы делаются на вдохновении. А вдохновение – это самое иное, как раз вот этот вот стихийный менеджмент. Любая фабрика, любое производство строится на надежном работнике. Почему так популярно заменять роботами людей? Потому что роботу не нужно попить чай, роботу не нужно позвонить срочно семье, робот не может заболеть, ну, максимум сломаться, да? Робот... Много вещей, которые человек делает для того, чтобы не работать, даже не специально. Просто он там проснулся, у него там в пробку встал, машина, с машиной что-то случилось. Там, не знаю, жена заболела, детей надо отвезти в детский сад. Живот скручило. Ну, короче, куча всего, что может произойти в этот день. То есть, если собрать весь этот список того, что может произойти, получится достаточно... получится достаточно сильный человеческий такой фактор риска, очень большой. То есть, даже если наберется хотя бы там 10, а их точно наберется около 20, а их наберется явно больше 20, а то и 100 факторов, то точно можно сказать, что какой-то один из этих факторов каждый день будет выстреливать, будет срабатывать. То есть, у человека каждый день есть причина не то, чтобы не работать, а как причина, мешающая работе. И когда составляется план работы, это все не учитывается. Учитывается только, что человек должен проработать такое-то количество времени, у него такие-то задачи, он их должен сделать. Я, конечно, не сталкивался с менеджментом в крупных корпорациях напрямую. Я сталкивался только с менеджментом в агентствах, в стройках. Ну, таких стройках не домов, стройках концертных площадок. И рядом идущих, то есть, ивенты в этой сфере. Вот. Я не знаю, возможно, есть такие сферы, где действительно максимально учитывается человеческий ресурс. Учитывается желание человека работать, учитывается его силы, учитывается его сон, учитывается, когда он поел, когда он попил, когда он, не знаю, покакал, когда он позанимался сексом. И что вообще происходит с людьми, прежде чем они приступят к работе. что не только ресурс, сколько денег мы заплатим человеку и сколько времени мы ему дадим на работу, а именно в каком состоянии находится сейчас человек. Вот. Я не встречал пока таких. Возможно, это в профессиональном спорте учитывается сильно, когда все зависит непосредственно от... Возможно, такое... Я могу сказать, что рядом похожее что-то в артистах, известных артистах, учитывается их текущее состояние очень часто. Ну, это, по крайней мере, их менеджеры так говорят. То есть они, если ты хочешь выйти на связь или что-то от артиста получить, как правило, получишь ответ из серии, что типа сегодня он устал, сегодня он не может, давайте завтра. А если вдруг в стандартном пайплайне бизнеса, в стандартной схеме работы какой-то корпорации или небольшого производства, случается так, что кто-то из работников звена вот этого канбана с ним что-то происходит, что-то с ним случается, это чрезвычайная ситуация на проекте. Сразу начинают срочно искать замены, начинается паника, начинается... Может быть, паника не такая, что там просто все орут, кричат, а такая стрессовая ситуация, потому что к ней не готов тот пайплайн работы. Пайплайн работы не готов к тому, что кто-то может запалеть, кто-то может отвалиться и с большой долей риска. Если мы возьмем творческую сферу работы, в которой работаю я, то доля риска дизайнера... То есть если делается какой-то большой проект, то работают очень много дизайнеров на проекте. И вот доля риска, что какой-то дизайнер, с ним что-то произойдет, она огромная. И даже произойдет не просто банальная какая-то семейная проблема или семейное обстоятельство, а произойдет еще то, что просто не получится. Или у дизайнера не получится вдохновение поймать. Это действительно достаточно важная вещь в работе художников, особенно в работе креативных художников. Есть разделение, если кто не знал. Есть художники, которые придумывают и творят какие-то идеи, концепты. А есть художники, которые по этим идеям, по этим эскизам уже отрисовывают, закрашивают, заштриховывают, анимируют. То есть они как бы делятся на креативных художников и на исполнительных. Но и у тех, и у тех вдохновение является достаточно важным фактором. Потому что иногда креативный художник может придумать такую загогулину с такой анимацией, которую не один даже самый скилловый, прокачанный аниматор именно вот из другого ряда художников, он просто даже не может придумать, как это сделать. Настолько она будет там хитрая. А тому может казаться, что да, что там, просто что-то вылетает и превращается, там птица превращается в слона. Вот. А вот ну нет таких условно плагинов, которые можно скачать, которые превращают из птицы в слона. То есть это надо там прям сидеть и думать, как это сделать. Угадать, какая анимация или какая идея выполнима, а какая невыполнима, очень сложно. Большой опыт людей, большой опыт работы в креативной индустрии как раз дает вот это вот понимание, когда ты знаешь, что вот такую вот штуку сделать будет быстро, такую штуку будет сделать легко, но все равно получается какая-то неугадка, все равно оказывается, что находится тот аниматор или дизайнер, которому почему-то это сложно сделать. Но отступим от моих переживаний, теперь ближе уже к делу. Так что же получается? Получается, что создание плана, расписывание плана будущего, как, кто, во сколько, там, что должен прислать, отправить и так далее, является достаточно понятным для людей, достаточно отработанным, потому что на этом менеджменте уже построено очень много проектов, штук, не знаю, домов вообще вокруг того, что мы живем, чем мы пользуемся. Но за счет того, что огромное количество факторов человеческих, которые могут не позволить такой системе работать, ставит под сомнение ставит под большой риск, что что-то обязательно в этом процессе пойдет не так. И что может пойти не так? То есть какой-то человек не выйдет на работу, у него что-то случится, произойдет там, выключится электричество, затопит, что-то сломается, там начнется революция, ну это совсем просто кто-то может подраться на производстве, или ребята придут голодные, будут переработки, и все будут уставшие на следующий день, работа не пойдет, наступит какая-то злость, люди начнут там бастовать, может быть это все втихую, но от этого будет страдать качество работы. человек, который ставит задачи, один из главных, у него тоже произойдет какая-то, не знаю, он не важно, отравится, или там у него поругается с своим другом, поругается с семьей, не сможет нормально поставить задачи, от этого сто человек будут не понимать, что им делать. Причин придумать можно много, любой из вас на самом деле может отлично придумать причину, зачем ему сегодня не идти на работу, и если вдруг не пойдет, обязательно что-нибудь напишет начальнику, или там если вы сам начальник, то вам даже писать никому не надо, вы сами для себя придумаете причину, почему сегодня нет на работе, потому что у тебя, наверное, важные дела, или у тебя сегодня какая-то важная встреча. Ну, на самом деле очень легко придумать причину своего прогулка. Возможно, менеджмент крупных корпораций строится в первую очередь на том, что есть большой ресурс по времени. Те люди, которые ходят работать в исполнительные структуры, слово-то, какое исполнительные структуры, ну, в общем, клерки, на самом деле, то есть я не сказал, что у ребят какой-то огромный оврал, то есть, как правило, проходит все очень так спокойно, тихо, нету там ста задач на день, которые надо сделать, конечно, может быть, такие и бывают, но, как правило, это все происходит в более мелких, где там, где до ста человек в студиях или производствах. Там, как правило, идет накал страстей, проекты идут быстро, проекты идут достаточно плотно друг за другом, сил, людей на проекте мало, все работают с переработками, такое очень часто происходит в клипах, в съемках клипов, кино, иногда рекламы, когда закладывается очень мало дней на съемки, но продукт надо создать большой, это задумка на него очень амбициозная, и она всеми уже утверждена, всеми документами, печатями проставлена, что у нас там будет вау, но времени у нас на это мало. Но с другой стороны крупные корпорации сменить план работы, сменить сферу работы, маневрировать тоже сложно. и это происходит там годами иногда там ребрендинг компании, это прям целое событие, да или вообще что-то какое-то изменить, курс работы, это только там самый суперглавный должен решить, все это по топ-менеджерам пройтись, это там годами занимает. В более маленьких студиях такое достаточно легко сделать, можно просто собраться сегодня вечерком в баре решить, что все, мы заканчиваем работать над свадьбами, теперь мы только снимаем красивые отчетные ролики или бэкстейджи, и все, то есть, ну это прям вот так вот решается. Вернусь еще раз опять же к системе стихийного менеджмента, к идее, то есть, можно ли можно ли управлять проектом, можно ли вообще, вообще, подходит ли слово проект сюда, когда ты думаешь, когда ты управляешь командой, когда ты управляешь собой здесь и сейчас, ты не строишь планы на час вперед, не строишь планы на завтра, там, что будет через год, когда именно именно то, в каком ресурсе ты сейчас, от этого идет работа, то куда может она привести? Все время откидывает мыслями как раз, ну как, ты не можешь построить проект, если у тебя нет плана, не можешь построить бизнес, если у тебя нет бизнес-плана, то есть, это будет просто какая-то каша-малаша, там, вряд ли, наверное, можно будет построить дом, но я думаю, что, вот у меня мысль такая, что все зависит от ресурса, который у тебя здесь и сейчас вот с тобой присутствует, например, для одних людей записать подкаст или записать блог, к примеру, как вот я сейчас это записываю, это план, это большой план подготовки, они выбирают камеру, они выбирают оператора, они пишут текст, пишут сценарий, все это над этим работают, потом занимаются съемками, что-то снимают, да, это все может быть там любительские камеры, это все так же может быть телефоны, потом они это монтируют, потом они, в общем, целый-целый план работы можно расписать, а можно просто взять телефон и начать говорить, потому что у тебя под рукой есть телефон, в котором уже есть стабилизация, в котором есть там автофокус, все, что нужно, хороший достаточно микрофон, по крайней мере, слышно голос, и есть мысли в голове, которые вертятся, и у меня, я вот работаю над тем, чтобы у меня мысли шли структурировано, четко, понятно и ясно, а есть люди, которые уже умеют круто говорить, они просто могут встать и начать, типа, привет, ребята, знали ли вы, что существует способ менеджмента, который абсолютно не подчиняется стандартному способу, вот я еще так могу говорить в очень ограниченном количестве времени, завлекая, а есть люди, которые вообще не умеют говорить, и для них так не получится сделать, то есть я к тому, что можно тот же самый подкаст, который я сейчас записываю, записать целой системой пайплайна, и производство его займет неделю, а не 20 минут времени, которые я иду и просто говорю, в конце нажму стоп, залить и напишу текст, сделаю обложку, также на телефоне, но если я скульптор и нахожусь в мастерской у себя, пью чайок, базарим с друзьями, у меня лежат заготовки, какие-то, может быть, чертежи, я насмотрелся какого-то классного фильма, насмотрелся референсов, и вдруг началось вдохновение, и я сделал скульптуру, сделал скульптуру, причем необычную, я, может быть, воткнул туда какой-то интерактивный датчик, причем случилось это все достаточно стихийно, то есть просто вот пришло вдохновение и сделал, но под рукой были все необходимые материалы. я хочу переходить от блога к более материальному. По сути, да, но сделать скульптуру на заказ, или там, если попробовать расписать как pipeline, как сделать скульптуру, возникнет достаточно много факторов. Опять же, вопрос ресурса, что у тебя под рукой. Может быть, если идти уже в сторону предпринимательства, у тебя под рукой сейчас 5 миллионов рублей, и есть, вдруг тебе приходит идея какого-то бизнеса. Ты эти 5 миллионов рублей вкидываешь в этот бизнес, закупаешь какое-то оборудование или просто щебень, я очень сейчас банально говорю, и тема срабатывает, потому что пришло вдохновение, потому что пришло какое-то понимание. И зачастую бывает, что такие темки, это еще называется, что просто в моменте ты что-то затеял. А если пытаться по менеджменту, по структуре построить бизнес по бизнес-плану, то это займет намного больше времени, возможно, больше денег, и больше уйдет ресурсов. И не факт, что это еще и получится. И не факт, что вообще будет душа у такого продукта. И чуть-чуть фантазии. Можно сделать машину. Ну и понятно, что чтобы создать машину, нужно конвейерное производство. Это достаточно такой налаженный процесс. Там стихийно просто его не сделать. Но давайте представим, что существует такой 3D-принтер, который может, в принципе, все что угодно создавать. И можно просто им вдруг скачать чертеж машин и кинуть в 3D-принтер и напечатать. Бред, конечно, но почему к этому, может быть, мы и придем когда-то в будущем, лет через сто. А можно ли построить дом таким способом? Я думаю, что таким бы образом строились дома лет, не знаю, 10 тысяч лет назад. Как раз вот сараи, там шалаши, пещеры, может быть, так и обустраивались. Типа, о, есть вот пещера, в ней хороший ход, давай ее займем и там все замутим. Или там, типа, давай сейчас навалим веток и сделаем из него что получится, то получится. Главное, чтобы там жилось. Ну, естественно, человек дальше шел уже к развитию труда, развитию планирования дел, планирования и, собственно, получился тот самый достаточно эффективный фабричный менеджмент, на котором многие сейчас работают. Вот эта вот система канбана оттуда появилась и, ну, как на фабриках, да, конверное производство тоже появилось из-за этого, что каждый там выполняет какую-то свою функцию, по кусочкам собирается продукт. Ну, поскольку я в первую очередь, конечно же, занимаюсь творчеством, вижу, какие там происходят штуки, то, наверное, да, вот мне тема ресурсов очень близка. мне кажется, мне кажется, это как раз что-то об этом. То есть художник, прежде чем начать вообще, в принципе, мне кажется, идти в профессиональную деятельность, в коммерческую деятельность, выполнять заказы, вообще что-то делать на заказ, должен обладать ресурсами и не всегда своими, так сказать, духовными вдохновениями и тому подобное. Это все здорово. Но первый, наверное, ресурс, это, собственно, те вещи, на которых он может творить. Какой бы классный не был 3D-аниматор, если у него под рукой нет компьютера, он никто. Просто. Какой бы классный не был дизайнер архитектуры, если у него даже есть под рукой компьютер, но на этом компьютере не установлен 3D-пакет и не установлены какие-то определенные плагины, он тоже никто. Это, кстати, одна из причин, почему я вообще стал записывать блоги, заниматься голосом, заниматься речью, какими-то такими вещами, которые могут делать меня профессионалом без компьютера рядом, даже иногда и без телефона рядом. Так вот, снайпер, допустим, не может быть снайпером, если у него нет снайперской винтовки. Или геймер не может быть геймером, если у него, ну, профессиональный геймер, если у него тоже нет компьютера, если у него нет наушников и вообще ютуб-канала, где он ведет свои стримы. Также, соответственно, и предприниматель, наверное, не стоит идти в коммерческую деятельность, если у тебя нет связей, если у тебя нет стартового капитала или денег. Ну, наверное, нет, неправильно. нужно наработать. Это для того, чтобы действительно стартовать свои первые крутые проекты. То есть каждому, который идет в деятельность профессиональную, каждому мастеру своего дела, нужно иметь какой-то набор ресурсов, которые позволяют ему быть профессионалом в данную секунду времени, просто в моменте. конечно, помимо инструментов, которые позволяют создавать что-то, еще и важен навык, важно умение, важно знание. Без знаний, какие у тебя бы не были под рукой, супер-пупер инструменты, сложно стать фотографом. Или не сложно? и так ресурс, получается, это не только инструменты, которыми создается какой-то продукт, это еще и навыки, умения, просто знания, как это делать. Это, конечно, опыт, когда ты уже что-то делал, и это, наверное, какой-то внутренний ресурс, выспавшийся, сытый, не знаю, ты в спокойном состоянии или нет, нет ли у тебя каких-то других отвлекающих факторов, проблем, решены ли все твои потребности на уровне, там, первоуровне пирамиды, и дают ли тебе твоя работа, закрывают ли они потребности на более высоких уровнях пирамиды масла. Ну и вот, обладая такими ресурсами, в принципе, можно уже начинать творить здесь и сейчас и создавать какие-то продукты. Но вот другой момент только масштабности этих продуктов. То есть точно уже понятно, что такой вот стихийным ресурсом можно создать музыку, можно создать картину, можно создать произведение искусства, какой-то кусочек анимации, можно создать, может быть, какой-то танец, записать это, короткое видео. то, что, по сути, может быть созданным достаточно быстро. Что говорить о более крупных проектах, то здесь нужно уже подумать, как это уже на таком стихийном менеджменте можно создать что-то более крупное. Я здесь вспомнил, что есть такие штуки, как джазовые концерты. Если вы знаете, что такое джаз и что такое настоящий джаз, как он играется, это примерно следующее. Музыканты приходят в установленное время, зачастую они даже не знают, на каких инструментах они будут играть. Не всегда так, но такое тоже бывает. Что они будут играть, они не знают. Как пройдет концерт, они не знают, ничего не знают. Они просто идут, они знают, что у него сегодня рояль, он приходит, садится за рояль, барабальщик отсчитывает ритм и все. И люди начинают играть, просто начинают играть. Ни тональности, ни ритма, ни мелодии, ничего, они до этого не знают. Вот это джаз. И получается музыка, которую можно слушать целый час. Вот они целый час играют, меняют мелодии, меняют настроение. Получается концерт. То есть это некий уже крупный проект, это часовой шоу, где люди сидят, слушают, заказывают напитки и тому подобное. Но, конечно, до такого концерта согласен, нужен ресурс. Нужен твой внутренний ресурс каждому музыканту, нужны музыкальные инструменты, хорошие музыкальные инструменты. Нужна акустика, нужно помещение, где это все проходит, и какая-то организация, не знаю, продажи напитков, еды, для того, чтобы просто люди не вот так вот сидели и слушали, а что-то еще параллельно выпивали и как-то проводили время. Может быть, можно создать стоковые, продажи стоков, продажи стоковой музыки, да и вообще, в принципе, стриминговые платформы, когда у тебя просто выбор произведений, неважно, каким образом созданных, и уже зритель, покупатель выбирает, что ему больше по душе, уже из готовых, смотрит, слушает, покупает, платит за это либо абонентскую плату, либо деньги, и, соответственно, все творцы, которые там в стихийном каком-то порыве создали эти произведения, получают свои ройалти. Это может быть выставка, может быть галерея современного искусства, может быть какой-то сервис, либо стоковый магазин, что-то в этом духе. То есть, в принципе, сам магазин, возможно, должен существовать не стихийно, но вот внутри вот этих созданий продуктов, они как раз могут создаваться стихийно. Я, наверное, начну уже закругляться с мыслями, потому что нужно самому как-то это все сейчас переварить. Мне понравилась та идея, что нужно обладать ресурсами для того, чтобы делать, откуда другой момент эти ресурсы взять. Точно можно делать небольшие проекты и строить на этом бизнес. Большие проекты я чувствую, что возможно, просто нужно найти, какие именно. Точно не стоит с этим менеджментом вот этим вот стихийным здесь если сейчас идти уже в установленные фабрики производства, где все работает по старой схеме, просто потому что они пусть работают и сами по себе развалятся, уже там время их развалит. А кого-то может быть нет. И есть, скорее всего, люди, которые не умеют делать вот здесь сейчас четкое указание, они вот будут как роботы подавляться роботами, работать по просто строгой системе. Такие тоже нужно рассматривать, что такие люди есть. Но вот в творческом бизнесе с большой долей риска нужно все брать во внимание, все учитывать. Я Сандрик, продолжим наши мысли в следующем подкасте. я что-то прям задумался. Всем пока.